Дорожная инфраструктура и транспорт В сегодняшний день по поручению губернатора уже в Ленинске городского округа выделено дополнительно 29 автобусов. И они встали уже на линии. Лично губернатор сам вручал ключи от 10 новых автобусов среднего класса, которые сейчас уже ездят по дорогам Ленинского городского округа. И коллеги Мострансавта не дадут соврать. Сегодня они очень серьезно закрывают те потребности, которые у нас действительно были. Как отметил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров, на заседании Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям, основной причиной пробок на трассах становится неотремонтированное и поврежденное дорожное полотно. В бюджете округа на муниципальные дороги отвезено порядка 150 миллионов рублей. Упор будет сделан на наиболее важные участки, которые приведут в порядок в ближайшее время. В первую очередь в этом году мы делим финансирование на ремонт именно Володарского шоссе в полном его объеме. Но желательно, если вдруг мы будем понимать, что финансирования на все Володарское шоссе у нас хватать не будет, то самый первый участок это распредел весной рядом и дальше в сторону Володарки, то есть в сторону уменьшения требовательности. Все вопросы мы точно так же новые зафиксировали. Возьмем обязательно их в работу в комитет наш, обязательно их разложим по тем, что если связаны с федеральными дорогами, нужно будет обязательно внимание коллег федеральных на региональный уровень и на муниципальные какие вопросы можно решить. Присутствующие на встрече местные депутаты смогли задать вопросы волнующие жителей их избирательных округов. Алена Кокоева рассказала о ситуации с большегрузами в поселке Лопатина. Фуры уже более трех месяцев припаркованы вдоль дорог и перекрывают пешеходные переходы, а также препятствуют проезду автомобилистов и мешают автобусам. Выезжая из рабочего поселка Лопатина, я выезжаю вынужденно выехать на дорогу практически на встречу встречным машинам, потому что эти машины, большегрузные, перекрывают дорогу. Дети переходят из жигариного города в рабочий поселок Лопатина, потому что это единственная там школа и единственные три детских сада. Очень приятно то, что много депутатов было от разных округов. Видно то, что они работают со своими жителями, что именно звучало по много вопросов от каждого депутата. Понятно, что это такой крик души именно жителей. Все вопросы, озвученные на заседании, комитет возьмет в работу. Без внимания не останутся и просьбы о новых остановках в отдаленных населенных пунктах и увеличение количества автобусов на маршрутах, а также более глобальные строительства дополнительных развязок и хорд. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова